О главных новостях краевой столицы и региона прямо сейчас в программе «День с толком». В студии Мария Мацаева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Защищая потомство, барнаульский коршун продолжает терроризировать целый квартал. Как комментирует ситуацию Министерство природы. Обновленная 100-рублевая купюра уже попадает в кошельки россиян. В чем особенность банкноты? Эксперты о профилактике менингита. Чем опасны заболевания и нужна ли вакцинация? Уклонисты от военной службы не смогут водить машину. Приказ МВД вступил в силу сегодня. Если человек игнорирует повестку, то в реестре воинского учета будет появляться определенная запись. В течение суток ее смогут увидеть представители госавтоинспекции. Таким образом, в государстве решили бороться с уклонистами. При этом уклонисты не смогут обменять водительские права, а также зарегистрировать автомобиль. Добавим о появлении единого реестра военнообязанных Владимир Путин рассказал в апреле. В рамках нововведения мужчина, получивший повестку и бумажную, и электронную, не сможет брать кредит, выезжать из России, а также использовать транспорт. Заработает реестр к осеннему призыву, заявили ранее в Минцифре. И к другим темам. В Барнауле продолжается многострадальная история с Коршуном, который атакует жителей дома на Малахова, 79. Сегодня ситуацию прокомментировали в Министерстве природы. Напомним, семья Коршунов сейчас воспитывает потомство во дворе жилого дома. Одна из птиц часто нападает на людей. Из-за этого жители уже перестали гулять на придомовой территории, а также вынуждены надевать капюшоны и укрываться под зонтами. Местные обращались в администрацию Ленинского района, но там заявили, что атака Коршуна не относится к их компетенции. Такой же позиции придерживаются и в Министерстве природы Алтайского края. Несколько недель назад сотрудники ведомства хотели помочь людям и отдать птенцов в питомник. Но за пернатых заступились жители соседней пятиэтажки, которые не страдают от нападков Коршуна. Их дворы выходят на другую сторону. Сейчас пенцы уже все, они уже взрослеют. И гнездо они все покинут. Я думаю, трогать его сейчас не нужно. Они сейчас на крыло встанут уже. Сейчас их забирать мы уже не сможем забрать. Мы могли их забрать на момент, когда первый раз попытка была, подъезжали, когда их можно было еще в руки взять. Но теперь, Таня, уже птенцы крупные достаточно. Но, по крайней мере, специалисты в прошлый раз убедились, что в гнезде действительно есть птенцы. По их подсчетам, птицы уже вот-вот должны встать на крыло. Как только пернатые отправятся в самостоятельную жизнь, Коршун перестанет терроризировать двор. А вот уже осенью, когда там никого не будет, говорят орнитологи, гнездо нужно убрать, чтобы Коршуны не вернулись туда в следующем году. Также специалисты считают, что теперь местная администрация должна собрать жителей двух домов, чтобы наконец договориться между собой. Что касается Министерства природы, которые пытались урегулировать конфликт, на ведомство написали жалобу в прокуратуру. Теперь сотрудники министерства вынуждены объясняться, почему и зачем они вообще приезжали на адрес. Продолжим. Схему движения для пешеходов на проспекте Ленина в районе путепровода временно изменили. Там уже начали монтаж пролетного строения между третьей и четвертой опорами. Собирать его будут прямо на пролете, где раньше была пешеходная зона. Об этом подробнее в сюжете. Маршрут для пешеходов в районе путепровода на Ленина временно изменили. Заместитель главы администрации города Антон Шуломенцев лично проверил, как организована схема движения. Осмотрел строительную площадку и пообщался с подрядчиком. Мы стоим как раз на пятипролетном путепроводе. То есть временно мы опять схему движения пешеходов сместили на его изначально пешеходную часть. То есть здесь будет производиться крупноузловая сборка самого большого пролета металлической части. То есть с завтрашнего дня мы начинаем завозку первой нитки балки. То есть пять элементов. Ставим здесь на стапеля, сбалчиваем, свариваем. И потом кранами уже производим монтаж на пролетное строение уже в окна. То есть всего нам таких балок шесть штук надо будет здесь собрать. Сборка первого пролета большого путепровода уже завершена. Продолжается монтаж части пролета между второй и третьей опорами, говорит Николай Данилин. Изготавливаются железобетонные плиты пролетных строений. Завершается отсыпка конуса перед первой опорой. Малый путепровод в большей степени готовности. Но работы там продолжаются. В конце июля подрядчик планирует приступить к устройству подходов со стороны дома быта. Ну а что касается периода временных изменений в пешеходной зоне, никакого дискомфорта люди почувствовать не должны. Наварили дополнительные ограждения, как со стороны железной дороги, так и со стороны самой стройки. Позаботились о том, чтобы безбарьерная среда была, сделали пандусы временем, смонтировали. Поэтому я думаю, что неудобства определенные будут. Поуже стал тротуар. Но, по крайней мере, все условия, которые необходимы для безопасности, в том числе и освещения, на этом участке также будут воспроизведены. Такая производственная необходимость займет около двух месяцев. После все вернется на свои места. По окончании работ здесь появятся по три полосы движения транспорта в обе стороны. Две трамвайные линии и широкие пешеходные тротуары. Напомним, завершить работы по реконструкции путепровода подрядчик должен до конца ноября этого года. Юлия Щепина, День с толком. Поражает молниеносно и приводит к летальному исходу. Главная опасность – тяжелой формы менингита. После вспышки менингококовой инфекции в Екатеринбурге, где болезнь диагностировали 15 жителям, россиян волнуют вопрос профилактики этого заболевания. Специалисты Алтайского края сообщили, что в нашем регионе ежегодно регистрируются случаи менингита, но они не носят массовый характер. Так есть ли угроза распространения инфекции и стоит ли поставить вакцину, узнавала Валентина Аскерова. Пока во всем мире бушевал коронавирус, большинство опасных инфекций сделали шаг назад. Но как только ковид сдал позиции, заболевания вновь дали о себе знать, в частности менингит. Так, на прошлой неделе в Екатеринбурге на складе одного из маркетплейсов произошла вспышка менингококковой инфекции. Всего в городе заболели 15 человек. Двоих спасти не удалось. Из-за вспышки жители некоторых регионов, в частности Красноярского края, сейчас отказываются от онлайн-покупок в интернет-магазинах. А зря. Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. И то при длительном контакте. Это закрытые коллективы. Например, общежития с длительным постоянным пребыванием людей. Казармы, оздоровительные учреждения с круглосуточным пребыванием. Человек, ну предположим даже, который при чихании, при кашле выделяет менингококка на посылку или какой-то другой предмет, предмет проехал через половину страны, пролетел в самолете при отрицательных температурах, и потом попал непосредственно получательно, он абсолютно безопасен в отношении возбудителя менингококковой инфекции. Врачи отмечают, что болезнь протекает в разных формах. Более легкой, бессимптомной и тяжелой. В виде насморка, воспаления легких, менингита. Самая страшная форма – менингококковый сепсис, когда бактерия попадает в кровь. В практике видим, что чаще такие формы гиперологического течения развиваются и возникают у людей молодых, крепких, здоровых. И, знаете, те, которые как-то даже и не жаловались раньше на частые простудные заболевания. Вот дети, у которых, да, в таком, скажем, возрасте еще не состоявшейся иммунной системы, тоже, кстати, в группе риска. В Алтайском крае ежегодно регистрируются случаи заболевания. В доковидный период фиксировали от 8 до 12. Случаются и летальные исходы, но они единичные. Способы защиты, укрепление иммунитета, ношение масок, вакцинация. Прививка, конечно, не входит в обязательный календарь, но, возможно, при эпид-показаниях. Прививают по эпид-показаниям контактных, здоровых контактных. Ну и также существует, как при любой инфекции группы риска, которые подлежат в обязательном порядке вакцинации. Это, в первую очередь, у нас военнослужащие, то есть призывники, которые призываются на военную службу. Это медицинские работники, которые работают в инфекционных стационарах. Это работники социальных учреждений, детских домов, домов, интернатов. Ну и те, которые выезжают в какие-то эндемичные территории. Инфекционисты отмечают, что вспышка менингита происходит раз в 10-14 лет. У одного из 10 заболевших, как правило, заболевание протекает в острой форме. Самая главная опасность инфекции в том, что она стремительно развивается. Пациент сгорает на глазах. Поэтому при первых симптомах, казалось бы, обычной простуды, першиней в горле, заложенности носа, головной боли, незамедлительно обращайтесь к медикам. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле показали, как идет реконструкция филиала городской поликлиники номер один. Это одна из старейших больниц Барнаула. Здание построено еще в послевоенные годы. При этом больницу решили не сносить, а именно реконструировать. Почему, расскажет Ирина Корчагина. Одна из старейших больниц Барнаула. Сегодня в филиале Барнаульской поликлиники номер один на улице Аванесова проводят аварийно-восстановительные работы. Это здание построили еще в послевоенные годы. В 60-е оно перешло в систему здравоохранения. Долгое время больницу поддерживали своими силами. И все же здание признали аварийным. При этом было решено не сносить его, а реконструировать. Справа от нас находится Нагорная галерея, которая является памятником архитектуры города Барнаула. И поэтому строительство даже небольшого объема здания здесь не было бы разрешено. Поэтому мы занимаемся реконструкцией и восстановительными работами. В феврале здесь прекратился прием пациентов, а в марте приступили к работам. На реконструкцию больницы из краевого бюджета выделено 28 миллионов рублей. Еще 108 миллионов на капитальный ремонт. Все здание мы одеваем, скажем так, в металл, рубашку, в тиски и наносим бетонным раствором. Усиление фундаментов будет произведено еще. То есть здание будет надежно стоять. Были проблемные места, но мы уже подлечили, скажем так, это здание. Сегодня к больнице прикреплено 16 тысяч пациентов. Сейчас они обслуживаются в других филиалах и уже с нетерпением ждут открытия своей поликлиники. Тут не только я, тут все старички и старушки ходят толпами посмотреть, когда это все будет и интересуются. Поэтому нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы ее, ну, скажем так, достроили в кратчайшие сроки. Пока работы идут по графику. В сентябре должен завершиться аварийно-восстановительный этап, а далее начнется капитальный ремонт. Его планируют закончить весной следующего года. Результаты этой работы, по словам подрядчика, пациенты будут видеть в следующие 50 лет. Ирина Корчагина, Данил Кузнецов. День с толком. Некоторые жители края уже носят в кошельке 100 рублей нового образца. Модернизированную купюру сейчас постепенно вводят в оборот. Но получить ее можно уже как в банке, так и в магазине. Новая сотня сохранила оттенок предыдущей, но полностью изменился дизайн и качество самой банкноты. На 100 рублях, в правом нижнем углу расположен QR-код. Это для того, чтобы получить подробное описание художественного оформления, всех защитных комплексов. Вы сразу попадаете на сайт Банка России, где представлен весь комплекс банкнот. И вот в том числе банкноты нового образца. Таким способом жителям предлагают познакомиться с историей самой купюры и ее последней модернизацией. С одной стороны изображены знаковые места Москвы. Кремль, МГУ, Останкинская и Шуховская башни, парк Зарядье. С другой, самый масштабный в России ржевский мемориал советскому солдату и музей-заповедник Куликово поле. 100 рублей посвящены Москве и Центральному федеральному округу. И это тоже новый подход к дизайну российских купюр. Скоро изменится весь ряд банкнот. Банкноты номиналом 10 рублей, 50 рублей, 500 рублей, 1000 рублей и 5000 рублей. Также будут обновлены. Этот процесс будет поэтапный и плановый, закончится в 2025 году. Будет усовершенствован их защитный комплекс и произведен, разработан новый дизайн. Кроме того, Банк России отойдет от так называемой городской тематики. Это когда на одной банкноте был определенный город. И теперь на новых купюрах будут отображены федеральные округа. Сибирь же будет представлена на банкнотах 10 рублей в 2025 году. На новой сотне усилены защитные знаки, которые можно увидеть на просвете. Водяной знак, защитная нить. Кроме того, она выполнена из материала, который противостоит грязи. Это значит, она дольше прослужит. Обновление ряда банкнот начали со 100 рублей, как раз потому, что это самая ходовая купюра. И она постепенно ветшает. И к другим темам. Больше месяца без воды. Жители микрорайона Радужный, поселка Бельмесева, знают, как это не понаслышке. Почему у ряда домовладельцев коттеджного поселка нет воды? Кто ответственный за эти действия и как выжить в таких условиях, выясняла Юлия Щепина. Вот. Вот, пожалуйста. Все, удовлетворено. Так воды у Галины Смуровой нет с 5 июня. Больше месяца она не может нормально помыться, приготовить еду и постирать одежду. Без всякого письменного уведомления и устного сообщения среди белого дня никто ничего не ожидал. Отключили как раз, когда жара была под 40 градусов. Иногда с водой помогают соседи. Раз в три дня приходится и самим заказывать воду. А вот посадки на огороде частично пропали, говорит Галина. Кстати, Смуровы не единственные, кому отрезали воду. Среди них пенсионеры-инвалиды. Микрорайон Радужный является коттеджным поселком на основе долевого строительства. Водоснабжение микрорайона Радужный осуществляется от трех артезианских водозаборов. В настоящее время водопровод находится в стадии незавершенного строительства. Обслуживание данных объектов осуществляет предприятие Аппарель. Источники водоснабжения водопроводной сети микрорайона в реестре объектов муниципальной собственности Барнаула не значатся. По информации предприятия Аппарель, отключение абонентов от сети водоснабжения производится в связи с высокой задолженностью за обслуживание инженерных сетей, а также с отсутствием договорных отношений. Жители подтверждают, за водоснабжение не платят. Однако утверждают, что готовы только на основании договора, который с ними упорно не хотят заключать. Договора на поставку воды у вас нет по сей день? Да, по сей день такого нет. У меня проблем с электроэнергией нет. Как нет и по другим платежам, и по газу, и по вывозке твердого мусора. Ну вот, вся проблема с водой. С ним разговаривать бестолку, он агрессивный очень. Мы ходили, лет пять назад мы ходили, ну как договор, чтобы заключить на поставку воды. Так он нас выгнал и оскорбил. Жители утверждают, с них требуют целевые взносы размером около 8 тысяч в год. Кто их оплачивает, того не трогают. Однако за несколько десятков лет существования поселка никаких улучшений. Да и вода из трубопровода течет по-прежнему техническая. Общаться руководитель частной организации «Апарель» с нами отказался. Мы направили официальный запрос. Формально там придраться с точки зрения закона вряд ли выйдет. Там не все так просто. Там у него то, что он добывает, это у него она идет как техническая вода, которая не является питьевой. И во многом там на него регулирование, касающееся питьевого водоснабжения, оно не распространяется. В этом и есть уловка. Эксперт советует снова подать жалобы в ведомство, особенно в прокуратуру, и приложить документы, что жители являются льготной категорией населения, а также обратиться к депутатам и в федеральную антимонопольную службу. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском крае впервые прошли всероссийские соревнования по дрэк-рейсингу. Для регионального автоспорта это достижение, к которому организаторы шли около 10 лет. Также новые вершины брали и пилоты. Какой рекорд поставили на трассе в Калманском районе и с какими проблемами столкнулись участники, выяснял Данил Кузнецов. Отечественная приора против немецкой Ауди. На состязаниях по дрэк-рейсингу в аэропорту Панфилова такая пара отнюдь не удивляет. Ведь спортивных автомобилей здесь собралось более сотни. В этот раз параллельные гонки по прямой на 402 метра получили не только краевой, но и всероссийский статус. Понадобилось на это около 10 лет. Притом соблюдения кодекса РАФ и отличной организации мало. Есть определенный, скажем так, документ оборот, который обязан быть. Это сам регламент соревнования со всеми понятными условиями для пилота. Затем все бюллетени вовремя опубликованные, все протоколы, итоговые списки допущены. Поэтому пилоты, занявшие с первого по пятое место, в своем зачете автоматически получают звание кандидата в мастера спорта. Круче теперь разве что Кубок России. Однако этого уровня достичь, скорее всего, не суждено. Виной тому покрытие. Аэропорт Панфилова состоит из плит, а не из специальных слоев асфальта. Поэтому проблема не только в сцеплении, но и в расходе резины. Представьте, что одна плита выше, другая ниже. Она же ударяется об нее. А вы видели, как машины к 8-секундной едут, что их кидает? Это именно из-за этого, это очень опасно. Их кидает в стороны скорости, какие? Около 300 км в час у них на выходе, представляете? И это все происходит, потому что резина в бок уходит немножко. Особенно тряску на себе прочувствовал Андрей Ганзин, пилот синего 33-го ГТРа, который считается одним из быстрейших проектов в Сибири. В Панфилово он выступает лишь второй раз. На предыдущих соревнованиях его подвела техника, протечка масла. На этот раз проблемы в тренировке были с закисью азота. Однако в заездах это не помешало поставить ему новый рекорд трассы – 8,128 секунд. Не знаю, ну как-то даже не почувствовал, что я побил рекорд, казалось. Казалось, что я медленнее поехал, чем просто заезд. Ну, старт был похуже в час. 60 футов было похуже, чем в прошлый раз. То есть сколько в теории может поехать ГТР, если все будет идеально? Если все хорошо, но ездили на нем 7,5 секунд. Главным оппонентом старого томского ГТРа стала его обновленная алтайская версия под предводительством Олега Крохина. Для заездов его на стройку производил специалист прямиком из столицы. Осуществляем связь с Москвой, с его компьютером. И он через наш новый круг смотрит, как вела себя машина в предыдущем заезде. И выравнивает, как бы у него программа специальная есть. Он выравнивает все это, подгоняет, как нам правильно ездить. Все относительно покрытия, погоды. В итоге в погоне за непобедимость с Некометой у Олега Крохина развалился блок цилиндров. Поэтому пришлось довольствоваться вторым местом в краевом зачете. Ганзин же стал абсолютным победителем в классе Unlimited. Кто знает, как бы еще сложились обстоятельства, если бы в первый день не пошел дождь и квалификация не перенеслась. Однако спорт подобной истории со слагательного наклонения не знает. Поэтому стоит ожидать реванш на следующем всероссийском этапе, который состоится на аэродроме Панфилова уже 5-6 августа. Данил Кузнецов. День с толком. А на этом у меня все новости уходящего вторника. Для ваших предложений телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем хорошей недели и до встречи в эфире. Продолжение следует...